приветствуем вас в здравии и в хорошем расположении духа уважаемые подписчики зрители нашего канала мы авторы канала раиса греченко и дача сад огород и цветы а именно раиса греченко и александр волик сегодня по вашим многочисленным просьбам начинаем серию видео посвященных теме климата смотрите первое видео погода климат глобальное потепление 3-4 года назад когда у нас на юге украины на юге одесской области в сентябре была настоящая летняя августа августовская жара от плюс 28 до плюс 32 днем а в октябре только начинались небольшие похолодания и зима начиналась в середине января в феврале себя показывала ну а в марте уже устанавливалась теплая погода и мы высаживали картофель до двадцатых чисел марта иногда даже в феврале высаживали а рассаду помидоров в теплице мы высаживали последние дни марта все в том числе и я спокойно воспринимали глобальные потепления о котором говорили многочисленные источники сми но изучая климатические циклы на земле а также некоторые астрологические исследования о цикле мини леникового периода мне с трудом верилось что такое вообще может быть хотя во многих источниках сообщалось что именно после такой долгой жары наступают вот такие малые лениковые периоды на земле на планете работает тот же принцип что и холод в холодильнике кроме этого некоторые ученые все чаще пробивались в интернете со своими выступлениями и сообщениями о грандиозных изменениях материи в нашей реальности после 2012 года так вот человечество мало-помало стало получать когда-то секретную информацию о квантовом переходе к сожалению не всем доступна была эта важная информация хотя часть ценной информации все же пробивается даже через сми уже в 2021 году например в погодных новостных выпусках стали появляться сообщения о том что у последние 20 лет произошло стремительное смещение северного магнитного полюса в двадцатом веке полюс дрейфовал со скоростью всего два километра в год исследования проводятся начиная с 1900 года так вот начало нахождения северного магнитного полюса земли было зафиксировано учеными в 1900 году в 1900 году на американском севере в канаде до 2000 года полюс перемещался со скоростью привычной все привыкли к этому и надеялись что так и будет вот эти два километра в год но в 21 веке вдруг резко началось смещение полюса со скоростью 50 километров в год два километра и 50 километров разница ощущаете и это смещение идет в сторону севера россии ученые посчитали что за последние 20 лет северный магнитный полюс прошел точно такое же расстояние как за предыдущие все сто лет уже эта информация в погодных выпусках большое достижение хотя редко бывает но это есть официально мы уже знаем что происходит смещение северного магнитного полюса земли а значит и меняются все 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 вернее вся решетка все части магнитной решетки нашего дома планеты земля пройдет еще несколько лет и тогда уже официально будет признан факт земля это живой организм это великая душа и очень смелая душа которая в теле планеты земля также проходит эволюционный этап развития просыпается наконец-то и начинает осознавать себя и все что на ней спящий творила спящие же человечество интереснейшие грандиозные события грядут и о них мы еще будем рассказывать в наших будущих видео а сейчас вернемся к смещению северного магнитного полюса земли и климатическим изменениям в 2020 и уже в 2021 уходящем году встают привычными сообщения сми с такими заголовками снежный шторм полярный вихрь арктическое вторжение века стремительное похолодание вот это стремительное похолодание просто вот часто последнее время звучит имея доступной информации об этих климатических явлениях попробуем разобраться в смысле этих словосочетаний начнем с полярного вихря что это такое за полярный вихрь почему мы раньше о нем не знали это атмосферная воронка в которой холодный воздух вращается вокруг северного полюса в умеренных широтах воздух нагревается сильнее за счет этого там образуется область высокого давления и воздух выталкивает к северу где давление ниже получается так с юга на север начинает дуть ветер поскольку земля вращается вокруг своей оси поток воздуха начинает закручиваться вокруг полюса образуя ту самую воронку вот этой называется полярный вихрь ученые практики объясняют что таких воронок над полюсом и есть две и они расположены друг над дружкой нижняя находится на высоте от 10 до 12 километров этот поток воздуха специалисты по погоде называют полярным струйным течением и он живет круглый год в зависимости от нагрева земли этот поток воздуха может отклоняться к северу и к югу формируя погоду второй верхний полярный вихрь образуется только в зимнее время и властвует в стратосфере на высоте 50 километров ученые отмечают что верхний полярный вихрь обычно больше похож на круг поскольку он расположен далеко от земли и меньше зависит от ее нагрева почему работают вот именно так эти воронки и как они создают нынешние зимние штормы полярные вихри ученые разделились на две части в плане объяснения погодной ситуации на земле в 2020-21 году есть даже и собираются закрытые какие-то конференции открытые конференции метеорологи а также ученые по погоде совещаются доказывают рассказывают и создают свои концепции по этому вопросу я не буду объяснять и пересказывать научные труды и эти сообщения концепции выступления главное другое нарушение привычного баланса атмосферных течений может означать что обрывки полярных вихрей будет заносить на юг все чаще а значит участятся и суровые зимы причем суровые зимы у нас даже на юге и я вам в следующем видео приведу пример как у нас это происходило в 2021 году почему же происходит вот такое глобальное изменение климата с чем связан этот процесс и зачем человечеству это надо кто-то возразит что ему не до этого и вот эта информация нам не нужна 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 всему человечеству именно такие полярные вихри снежные штормы создадут создавали и будут создавать экстремальные ситуации для человека и пробу происходит его пробуждение наконец-то просыпаются люди пробуждение к истине пробуждение собственного могущества с низкими температурами и снежными вихрями приходят приходят вот определенные энергии человеку не только для разрушения вот этого спящего внутреннего мира и кокона своеобразного но и наведение там порядка и вот вам реальные примеры 2021 года 30 января 2021 года международные сми сообщали о полярном вихре накрывшем большую часть соединенных штатов америки этот убийственный вихрь так его называли журналисты он принес с собой рекордные морозы и аномальные снегопады в некоторых местах сша температура опускалась до минус 50 по цельсию и даже было минус 53 в чикаго расположенном южнее сочи в конце января было холоднее чем в антарктиде помню заголовки сообщений не дышите глубоко в сша пришли аномальные морозы и ожидается минус 53 или же такое зимняя сказка ниагарский водопад водопад во льду и снегах это было очень интересная видеоновость красивый вид конечно ниагара американские блогеры пока была связь показывали как быстро занимает их районы полярный вихрь за несколько часов насыпает до метра а то и больше снега и трещит мороз под минус 50 минус 53 затем связь прервалась и только спустя две недели когда вихрь отступил местные жители делились видео и фото того что оставил после себя полярный вихрь главное что поражало меня в этих сообщениях что в такой цивилизованной стране как сша никто не смог противостоять природе в трубах замерз газ электрические сети вышли из строя снежные сугробы не позволили прийти помощи из других регионов из других штатов да и при минус 50 с трудом работала военная техника которая пробивалась в эти регионы так а как же выживали местные жители спросите вы ну я вот смотрела многие может быть тоже видели мы уже общались на эту тему как местные жители находили выход из этого положения у них нету печек они привыкли к тому что у них всегда все под рукой и тепло и газ электричество были даже случаи что кто-то и замерз но мне многие что делали делали ходы прочищали снег в снежных вот этих огромных сугробах стенах находили дрова вместе сообща соседи разжигали костры и так согревались и здесь же сообща готовили еду на костре вот так они и выживали до прихода помощи идет глобальная перестройка перенастройка на новую магнитную решетку и вот такие случаи это не единичные это только начало в 2021 году и сейчас вот сообщение просто напросто забиты те кто хотят видеть они я всегда интересуюсь погодой вижу что происходит и африку засыпает снегом и где-то другие азиатские страны уже везде и всюду меняется погода происходит перенастройка и вот осень уже сейчас вот зима а также весна уже 2020 22 года с ее снегами и морозами морозами должны помочь нам человечеству очиститься от хаоса внутри каждого человека от хаоса человеческого мира всяких страхов войны со всей собой первую очередь с войны со всем окружающим миром ведь при заморозке вода очищается и это неспроста я привожу этот факт ведь румынские ученые кондо кондо генри мария возможно не так ударение ставлю вот этот ученый нобелевский лауреат открыл что в центрах кристаллизации снежинка то есть посередине есть тоненькие тоненькие трубочки где вода при любом морозе не замерзает получается что при замерзании стирается внешняя память а глубины остаются получается вот эта внешняя память вот эти наши страхи эти все проблемы они должны замерзнуть и убраться из наших полей а вот эти глубины в этих трубочках остается там чистая божественная огненная сущность источник жизни информационная система воды аналогично вакууму то есть основная структура воды и вакуума космоса а так а также сознание это одно и то же при соединении сознания человека и воды в мире начинает проявляться творческое начало сотворения источник жизни пространственный огонь и кстати воды земли то же самое делает то же самое происходит с нашей матушкой землей это живая субстанция живая сущность плотная завеса иллюзия разделения двойственности благодаря изменению размера атома водорода постепенно рассеивается вся материя сейчас начинает возвращаться на тонкий план где в основе лежит разумная структура воды здесь пространство клетка вода трудится по гармоническому закону проявления осознанному поведению человека нужна ли эта информация вам дорогие зрители а в основе наших подписчиков это огородники садоводы цветоводы и уже вот и первое наше видео на эту тему говорят о том что нужно среди откликов и ваших комментариев я не нашла ни одного отрицательного и это очень меня радует радует просто душу мою и тело и авторов нашего канала всех этот факт очень радует я рада за вас рада за землю рада за все человечество грядут серьезные изменения в природе в климате и от этого никто не спрячется ведь сам от себя не спрячешься нету такого места где этот тайник находится включаем свою осознанность свое сознание просыпаемся включаем все свои клеточки где живая энергия первого творца живет и начинает новую творческую созидательную жизнь в мире радости счастья изобилие всего что нужно нам в настоящем сейчас на этом наше видео не завершается это только начало тема новая и обширная и сейчас когда мы с вами завершили сезон сделали анализ уходящего 2021 года нам нужно подготовиться к новым реалиям к новым природным условиям к новым способом возделывания овощей фруктов ягод но не безумно выполнять чьи-то рекомендации кстати очень много в интернете старых каких-то рекомендаций которые были может быть актуальны в эпоху рыб сейчас в эпоху водолей они не подходят вот нам нужно многое осознать понять изучить разобраться принять и перенастроиться на жизнь в новых условиях а новые условия уже реально полным ходом включаются ведь новая магнитная решетка земли уже работает и запущена она запущена она высшими силами в первой половине 2021 года но об этом конечно не сообщают сми но уже хорошо что сообщают о смещении магнитной решетки и перемещении ее в пространстве сбываются предсказания елены рерих о том что космический магнетизм есть основной закон наиболее непроложный непреложный и уявляет высшую космическую справедливость космический магнетизм есть начало ведущие начало ведущие есть закон эволюции или совершенствование гармония уявляется на законе магнита это буквально несколько строчек из космологических записей елены рерих много лет назад я их читала и не воспринимала не многое не понимала даже сейчас уже когда перечитываешь находишь такие интересные вещи и вдруг открываются такие просто сказочные картины будущего благодаря елене рерих так что в открытом доступе есть космологические записи находите читайте там очень много интересного что нас ждет впереди и уже то что она предсказывала она уже часть произошла сейчас у нас есть время для того чтобы осознать простые истины сказанные еленой ивановной рерих еще в 1940 году представляете 1940 году надеюсь быть услышанной зная истинное значение происходящих событий мы садоводы обычные дачники огородники цветоводы даже те кто выращивают в комнате цветы мы с вами сможем осознанно принять подарки от матушки земли и от природы от создателя нашего от первотворца на тех представителях человечества которые живут в гармонии с природой на земле зависит вот сейчас вот этот переход каким он будет мне же видится потому мне же видится это переход гармоничный это перенастройка гармоничная причем перенастройка и земли и человечества на новую программу должна произойти гармонично и это мы с вами можем сделать на наших плечах хрупких плечах дачников огородников садоводов множество тех кто только вернулся к земле кто сейчас пришел на землю еще будет приходить вот это важная ответственная задача лежит на нас человечество едино с землей вот это мы должны понять вспомнить мы вместе проходим эволюционные изменения и движение магнитного полюса земли связано напрямую с коллективным изменением сознания человечества до сознание меняется у пробудившейся души земли и у наших пробудившихся душ тоже меняется и у природы нет заднего хода задней скорости как у машины у нас только вперед скорость это видео вступление к теме о погоде 2022 года чтобы понимать что происходит и что будет происходить с климатом нам нужно было понять что идет глобальное изменение климата связанные с изменением магнитной решетки земли с изменением сознания человечества которое просыпается к сожалению только в экстремальных условиях те кто меня понимает и вспомните как вы просыпались для меня именно экстремальная ситуация уход из жизни матери создало такое условие но у каждого это происходит по своему сейчас природа будет создавать вот эти экстремальные массовые условия для пробуждения человечества об этих событиях космического масштаба будем рассказывать в следующих видео ведь зная то что происходит зачем это происходит кто ведает информации тот ведает ситуации и можно это спокойно мирно гармонично пройти ну а пока прощаемся с вами до следующего видео все что не делается к лучшему и это мы уже с вами кстати проходили не один раз